МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В шланге большего диаметра. Затем добытый напиток попадает в насосную станцию. На 97,5% сок состоит из воды и лишь на 2,5% из сахара. Чтобы превратить эту субстанцию в сироп, кленовый сок выпаривают. Из 40 литров получается 1 литр сиропа. Когда емкость наполняется, сок перемещают в резервуар из нержавеющей стали. Продвинутые производители используют специальный аппарат, который частично выпаривает сок с помощью так называемого обратного осмоса. Это когда нужной степени концентрации добиваются, пропуская жидкость через полупроницаемые мембраны. Благодаря этому естественный уровень сахара в соке повышается в 3 раза, что сокращает время выпаривания. И вот сама процедура выпаривания. Сок нагревают до температуры кипения. Вода из него должна испариться на 66%. Если она будет выкипать слишком быстро или слишком медленно, это плохо повлияет на цвет, вкус и текстуру сиропа. Точного времени приготовления нет. Все решает опыт. Профессиональные изготовители сиропа определяют степень его готовности на глазок. Содержание сахара определяет устройство под названием гидротерм. Как только сироп готов, его прогоняют через фильтр-пресс, удаляющий остатки кальция и прочие примеси. Сироп хранят в пропаренных бочках. Содержание каждой из них проверяют работники центрального хранилища. Используя сложные инструменты, они классифицируют сироп по цвету. От темного до почти прозрачного. Кроме того, здесь оценивают качество. Низкокачественный напиток идет на промышленные нужды, а высококачественный отправляется на продажу. Затем сироп пастеризует и отправляет на хранение в резервуары из нержавеющей стали. Их закрывают под вакуумом с азотным барьером. Это не только сохраняет вкус и цвет сиропа, но также не дает ему забродить и засахариться. Теперь лаборанты проверяют минеральные компоненты продукта, чтобы убедиться, что он соответствует всем стандартам. Затем сироп нагревают в специальных аппаратах. А потом пропускают через фильтры. После этой процедуры сироп становится идеально чистым. Прежде чем разлить его по бутылкам, сироп нагревают еще раз до 82 градусов по Цельсию. Это не только стерилизует бутылки, но и обеспечивает продукту 4-летний срок годности. В кленовом сиропе больше сахара, но меньше калорий, чем в меде или коричневом сахарном песке. Это на 100% чистый натуральный продукт, являющийся источником трех основных питательных веществ – кальция, магний и калия. Так что хозяйки с удовольствием используют его в приготовлении многих блюд.